Добрый день дорогие друзья сегодня у нас 9 мая всех поздравляю с праздничком вот и ребята сегодня я хотел сегодня я сниму такой ролик как мы пережили зиму в канаде первую нашу зиму у нас сейчас солнечно и тепленько я давно уже хотел снять видео такое забылица в какую-то какие-то непролазные дебри в канаде чтобы видели как сейчас нас что творится в лесу и в парке птицы поют лес еще серый клёны без листьев ну некоторые деревья уже как бы уже с листвой хвоя зеленая это у нас май месяц такой на улице 16 градусов тепла солнце в машине очень сильно жарит тепло уже ну как бы сквозь стекло можно ездить футболку на курточку одел вот значит какая ситуация у нас что я хочу сказать о зиме как мы перезимовали значит начнем с декабря месяца да у нас зима с декабря начинается ну скажем так осень была длинная теплая и все было хорошо и все было классно и тут бабах начался декабрь значит в декабре декабре были сильные морозы декабрь начался с морозов минус 23 ночью было это ознаменовалось значит сдох аккумулятор машине пришлось менять пока еще мороз был там 10 там где-то до 10 7 8 10 12 аккумулятор крутил 23 градуса ночи он уже начал за ночь вымерзать полностью и как бы все пришлось менять аккумулятор но дело такое вот весь декабрь были такие морозы как бы хорошие там 15 17 там было но ночью днем было там 12 13 вот но в принципе из-за того что сухо в принципе она была как бы но нужно было зимнюю куртку одевать чувствовался минус это по прогреву автомобиля что нужно было его греть и для того чтобы ехать ну так как обычно зимой его греть надо значит декабрь мы пережили новый год новый год был мороз я помню мы катались 1 января здесь на санках значит тоже было более менее терпимо хотя было градусов наверное 12 и был ветер нас и позамерзали вот все было хорошо ну так относительно не было таких морозов не было кучи гур снега там до второго этажа как там рассказывают как рисуют там копают эти ходы в снегу чтобы там проходить добывали там здесь бывают снегопады там что насыпают до второго этажа и люди прыгают развлекаются в снег с крыш такого не было значит потом как сейчас помню у меня есть видео по моему 12 января была оттепель до днем было 12 градусов все поплыло все растаяло в парке было вот так воды на 5 сантиметров везде все это вода стояла ходить было по парку невозможно потому что все под ногами мог мокрое было вот в январе у нас были потом опять похолодал ну минус 10 было наверно так вот она тянулась как бы вот немножко было сухо немножко уже потом снежок подсыпал опять вот и скажем так я не за не запомнил никаких таких моментов грустных типа вот когда зимовал когда тот в киеве было допустим что леня черновецкий бывший мэр киевский который сказал что он снег не будет чистить потому что он его не разбрасывал здесь такого не было и я помню что в киеве даже трудно было вот даже на дарнице пройти через детского мира через кашу эту жижу тротуар потом дорогу перейти дорогу никто не чистит но опять же эти вода и мокрый снег и каша чтобы пройти просто реально было вот здесь такого нет здесь как-то снег выпал его сразу убрали посыпали солью все высохло сразу сухое нет такого нет каши нет вот этого вот этого чап 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 вот этого квакания под ногами этой каши все сухо сразу да и еще один большой плюс что снег убирают сразу приходит товарищ ну они раскладывают бумаги под все квартиры и получается так что в 12 дня если был сноу-сторм или снега много выпало 12 дня ты должен убрать машину куда хочешь с паркинга приезжает бульдозер разгребает этот снег выкидывает его по бокам паркинга на газон кучи складывает и уезжает и получается что потом ты машину на свое паркоместо загоняешь обратно получается так что в принципе все время территория возле дома была чистая тротуары были чистые потому что их все время чистят и зима была только из-за того что вокруг были эти кучи снега такие ну два-три этажа как два этажа на возле супермаркетов на паркингах на гребетки пирамиды снега большие вот потом они уже сейчас и расставили как бы ну вот вот это вот только вот как бы какая-то была отличительная особенность вот потом что еще хочу сказать февраль месяц было много сноу-стормов то есть у них называется сноу-сторм и у нас это наверно бы называлась метель или вьюга или там снегопад какой-то вот здесь это называется сноу-сторм когда выпадает много снега когда просто идет снег но не просто присыпала снежком а именно зарядила так что ну не знаю сантиметров 15-20 снега выпало еще есть момент такой что все-таки если ты как бы живешь здесь мы что правильно сделали машина сув да с юви правда передний привод новая зимняя резина хватило с головой я выезжал по глубокому снегу по укатанному по рыхлому по всякому и под горку и машину не вело не несло все нормально вот кто на седанах мы откапывали один из бьюиков хороший красивый седан я понял что у него там дорожный просвет сантиметром на вообще 11 или 10 даже и размером он спасат может быть немножко больше более раздутый как а5 skoda вот и мы его помогали выталкивать он сел пузом на снег просто он не смогу ехать то есть это нужно тоже смотреть где ездить если есть некие есть варианты что можно сесть на пузо но это так почти все на и севину как не почти все зимой много на если и то есть это не такой вопрос тем более что двигатели там 2 и 5 у всех автомат или это у тебя седан или этой себе то есть тут разницы нет вот значит по поводу дорог все почищено и вот зима прошла очень хотелось чтобы началась весна скорее уже но листья уже на некоторых кустах уже зеленые некоторые деревья уже зеленые здесь тоже я вам покажу сейчас от сниму фотографии по делу в целом февраль прошел тоже как бы спокойно с января меня уже начались тренинги начал ездить на работу уже начались совсем другие картинки перед глазами уже днем ты в этом в офисе то есть уже немножко ты по-другому все видишь ты не видишь так много наверно улицы потому что ты не выходишь так а ты там дом работа дом работа поэтому в целом а да в целом я зимой этой доволен скажем так ничего страшного не было она наверное прошла более спокойно чем зимы в украине потому что в украине там снег ты идешь скользишь это все замерзает и что мне больше здесь понравилось здесь если идет мороз или здесь зима на более стабильная здесь была одного теперь но к примеру если здесь зима в декабре начинается выпал первый снег там или второй снег все можно ехать на поле маунт кататься на лыжах снег будет всю зиму плюс там еще пушки есть можно кататься хоть каждые выходные ездить начался мороз замерз океан можно ходить на подлёдный лов на рыбалку лед 70 80 сантиметров мы были в марте даже в марте были на принцесс лейк но это отдельное уже отступление мы ездили на озере лед 70 сантиметров бурить трудно то есть зима если мороз берет а нет такого замерзла отмерзла замерзла отмерзла асфальт полопался до дороги как бы тут сейчас ремонтирует но более стабильная но как бы намного стабильнее температурные вот эти все колебания нету температурный режим более стабильный и человеку надо это пережить проще и не чувствуешь никаких перепадов давления ничего то есть все 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 нормально в принципе в принципе все хорошо вот так что ребята я вам скажу так зиму мы это пережили я думаю что весну мы тоже сейчас перед перезимуем как говорят потому что весна у нас затянулась но она так всегда здесь наверно тут как бы на месяц разница в сезонах то есть если здесь май то это значит украинский апрель может жить до апреля не дотягивать июнь это будет как там допустим май в украине то есть ну вот так вот да вот но и ноябрь здесь это как декабрь наоборот если здесь в ноябре еще тепло можно ходить в одной футболке вот то есть получается наверное как октябрь до в украине то есть ну вот так вот то есть немножко сдвинуты месяцы как бы вперед сезоны вот так вот сдвинуты вот ребята вот такая ситуация у нас все нормально более-менее вот люди здесь живут бегают там смотрят что я там снимаю вот я вам снимаю из парка вот такие гебри парк не чистят специального так как деревья валятся все оставляют для того чтобы здесь могли заводиться разные там бурундуки белки еноты и все что хочешь то есть вот оставляю так вот лес как бы его биогеоциноз да вот этого то есть вот вот так вот поэтому вот я решил зайти именно в такую вот часть тут вот трейлы для езды на велосипедах тут можно кататься вот и и снять вам вот так вот как она есть сейчас вот ребята так что не переживайте зима в канаде не такая страшная как и рисуют может быть это в нью-брансвике так может быть в альберте и в юконе и ну на вуд там действительно зимы такие по полгода и там усы ломаются и борода вот на морозе но здесь все нормально было и зимой ходят они в кроссовках и в тапочках местные и потом кашляют конечно вот но зиму мы это пережили нормально то есть я бы сказал что никаких стрессов ничего не было только единственно что там было допустим поиск работы ты там немножко там думал об этом да сейчас уже все нормально вот ребята за сим всем пока всем до свидания зима была хорошая думаю что весна будет хорошая вот смотрите канал подписывайтесь делитесь друзьями все будет хорошо и сейчас еще в конце немножко фотографии будет вот из нашего парка и какая у нас какой у нас май за всем пока смотрите а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok